Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Мой собеседник Евгений Хомяков, эксперт-консультант магазина «Колба». Евгений, добрый день. День добрый. Ассортимент товаров, представленный в магазинах «Колба», довольно большой. Возникает вопрос, как не запутаться в этом ассортименте? Чем отличаются дистилляторы? Какие пользуются наибольшей популярностью? И, если можно, то портрет среднестатистического вашего покупателя обрисуйте, пожалуйста. Так, если говорить обобщенно, то все аппараты делятся на два типа. Это аппараты с сухопарником и аппараты колонного типа. А все остальное – это уже модернизации и различные другие вариации. Самый популярный у нас в магазине – это самогонный аппарат «Родник ПРО-3». Популярный, потому что он недорогой, он многофункциональный, его можно модернизировать под свои дальнейшие нужды. А вот насчет портрета клиента – это вообще уже отдельный вопрос. Если раньше к нам ходили мужчины 40+, то теперь клиентура расширяется. Это уже и женщины, и даже девушки, и молодые люди. Что подойдет новичкам, если можно вот так сформулировать вопрос? И что больше всего сгодится более опытным любителям самодельных напитков? Ну, я бы не сказал так, что есть такое понятие, как аппарат для новичка. Есть такое понятие, как аппараты с фольги, с трубой. Это какие-то самопальные аппараты, мы такие не продаем. У нас самый простой аппарат начинается от 4 тысяч рублей. Это уже безопасный аппарат, на котором можно готовить достойные напитки. Ну, дистиллятор – это только еще часть, собственно, оборудования, которое необходимо для приготовления напитков, а сопутствующие товары, их ассортимент. Что вообще минимум необходимо для домашнего приготовления напитков? И если человек уже давно этим занимается, ему что-то нужно дополнительно еще приобретать? Самый минимум – это у нас брагильная емкость, это гидрозатвор, сахар и дрожжи. Дрожжи сейчас, кстати, специальные уже есть, никаких хлебопекарных не используем. Они уже не пахнут и очень быстро сбраживают. Что касается непосредственной стоимости этого необходимого набора, то давайте сориентируем наших слушателей сразу на сумму, которую нужно иметь в виду. Так, давайте без аппарата. Смотрите, значит, брагильная емкость – 450 рублей, дрожжи – 70 рублей, гидрозатвор – 85 рублей, ну, сахар там, ну, сами знаете, цены растут, за сколько сейчас его купят. И, в общем, получается меньше тысячи рублей. Ну, и в конце нашей беседы нужно сообщить конкретный адрес, куда непосредственно можно прийти и ознакомиться со всем ассортиментом. Будем рады видеть вас в магазине по улице Ленина, дом 12 и Октябрьский проспект 139. Это Кировские товары. Приходите, пообщаемся. Благодарю, Евгений Хомяков, эксперт-консультант магазина «Колба». Полезный город